Когда-то отец часто и с воодушевлением Он рассказывал им о городе, где прошло его детство и юность Там, в этом городе с волшебным названием Самара Ему был знаком каждый закоулок, каждый булыжник на мостовой Там живут его друзья И там плещется у берегов река, любимее и веселее которой нет ничего на свете А имя этой реке – Волга Кто здесь, Заяра Артемовна? Что, неужели сарбата? Перечеркнуто дважды Попала лица в капкан? Гляди на небо! В 1939 году Заяра Веселая Училась на втором курсе Московского городского пединститута А ее сестра Гайра оканчивала университет В апреле Гайра защитила диплом И сестры позвали друзей, чтобы отпраздновать это событие Накупили колбасы, сыру, печенье с конфетами Поставили на стол пару бутылок вина Вечер удался Не хотелось расходиться Но метро работало только до 12, так что пришлось распрощаться Остались только те, кто жил неподалеку Расположились у раздвинутого стола и пили остывший чай Не замечая времени за каким-то увлекательным разговором Вдруг раздался стук в дверь На часах было четверть третьего Девушка переглянулась с сестрой и пошла открывать А вернулась в комнату в сопровождении майора МГБ Нескольких военных и дворника с дворничихой Понятых Красивый офицер оглядел комнату И предъявил ордер на обыск и арест Собирай вещи Много не бери Пару белья И не забудь теплую кофточку Деньги возьми, если есть Одна из подруг, видя, как девушка роется в шкафу В поисках пары белья Сняла с себя платье, шелковую рубашку И, натянув платье на голое тело Положила шелковую рубашку в наволочку Ну что, готово? Тогда прощайтесь, сказал майор Прощание было коротким После этого двое военных вывели Заяру из подъезда И повели по ночной Москве Такой же темной ночью год назад Военные увели из квартиры их мать Одиннадцать лет назад отца Писателя Артема Веселого Веселая Заяра Артемовна родилась 17 сентября 1928 года В Москве в семье писателя Артема Веселого Ее отец был арестован в октябре 37-го Приговорен к 10 годам без права переписки И расстрелян 8 апреля 1938-го Мать Гиту Григорьевну Лукацкую Арестовали в начале 1948-го года И переговорили к 8 годам Исправительно-трудовых лагерей Потом была Лубянка Арест сестры Бутырская тюрьма Приговор Заяра, как социально опасный элемент Получила 5 лет ссылки в Новосибирск Гайра, те же 5 лет в Караганду А еще через пару дней Сестер Веселых взяли на этап И посадили в вагон с решетками на окнах Ехали, как показалось девушкам Долго и медленно Наконец остановились у большого вокзала И кто-то, выглянув в крохное окошечко Прочел Куйбышев Самара Как настоящая волжанка Сказала Гайра Которая не раз бывала в этом городе с отцом И вот первая остановка Куйбышевская пересыльная тюрьма Находилась она вот на этом самом месте Где сегодня стоят дома И живут те, кто ни сном, ни духом О том, что когда-то здесь ходили заключенные И стояли вышки с вохровцами Готовыми каждую минуту Пресечь попытку бегства Тюрьма представляла собой Несколько длинных деревянных бараков Внутри которых тянулись Голые дощатые нары в два яруса Над головами даже при свете дня Бегали клопы Зато пол в бараках был идеально чист Так как каждый день отмывался с песком дежурными Начинался июль Стояло жаркое-жаркое лето В бараках было душно И только по ночам в маленькое окошечко За решеткой, но без стекла и намордника Лился свежий воздух В окно была видна гора Начинавшаяся сразу за тюремными стенами А на горе два дома Выкрашенных веселой желтой краской По вечерам в этих домах Зажигались разноцветные огни И так как в самих домах не было видно Казалось, что эти огни Висят в воздухе Пройдет еще год после того Как в одном из бараков пересыльной тюрьмы В Куйбышеве Проведут несколько недель Сестры веселые И по тем же дорожкам Обнесенным тюремным забором Будет ходить еще один зэк Который много позже Оставит такое описание Куйбышевской пересылки Это было в 1950 году Пересылка располагалась в низине Из которой, однако, были видны Жигулевские ворота Волги А сразу за ней Обмыкая ее с востока Шел высокий, долгий Травяной холм Он был за зоной И выше зоны А как к нему подходить извне Снизу было не видно На вершине холма Иногда паслись козы И бегали дети И вот как-то летним пасмурным днем На круче Появилась городская женщина Представив руку козырьком И чуть поводя Она стала рассматривать зону сверху Наверное, ей не дали свидания И она взобралась на эту кручу На разных дворах внутри тюрьмы В это время гуляло Три многолюдные камеры И среди этих густых Трех сотен Обезличенных муравьев Она надеялась Увидеть своего Со дворов ее заметили И смотрели на нее Во все глаза Внизу, в котловине Ветра не было А там, наверху, он был изрядный Откидывал ее Трепал ее длинные платья Жакеты, волосы Выявляя всю эту любовь и тревогу Которые были в ней Ее долго почему-то не прогоняли Наверное, охране было лень подниматься Потом полез один солдат Стал кричать, махать руками И согнал Александр Солженицын Архипелаг ГУЛАГ В бараке, который стоял Вот на этом месте Гайра и Заяра Присоединились К нескольким москвичкам Которых знали по Бутырской камере Одну из них Звали Инна Гайстер Ее отец Вице-президент Всесоюзной Академии Сельскохозяйственных наук Был расстрелян В 37-м Аину Арестовали В тот же день Как только она Защитила диплом Просто вызвали В отдел кадров И предъявили Ордер на арест Другими Соседями По бараку Были Ботовики То есть осужденные По бытовым А не по политическим Статьям Были среди них И уголовники А также осужденные По указу От 47-го года Предусматривавшему Уголовное наказание За хищение Государственного имущества Кто-то сел За украденную Катушку Нитк А кто-то За горсть Ржи Унесенный С колхозного поля Как только Вновь прибывшие Разместились В тюремном Бараке К ним Сейчас же Подсели Две девицы Из бытовичек Вы откуда девочки Из Москвы Да А на какой улице Вы жили На Арбате Почему-то это привело Их в восторг На Арбате Не врете А чего нам Врать Жили В Кривоарбатском Переулке А что Да нет Так просто Оказалось Что Тем Приходилось Бывать В Москве И теперь Они устроили Девушкам Самый настоящий Экзамен По московской Географии Который Гайра Из-за Яра С честью Выдержали А результат Этого экзамена Оказался Самый Неожиданный Ну вот что Сказали Бытовички Подойдет Ваша очередь Дежурить Полы Не мойте Мы За вас Вымоем Но Далеко Не все Куйбышевские Впечатления Оказались Такими же Безоблачными Так однажды Девушкам Пришлось Наблюдать Страшную Расправу Двух Уголовниц Над их Товаркой Которую Те Заподозрили В фискальстве И Забили На глазах У всего Барака Оловянными Мисками До смерти Пройдет Двадцать лет Изаяра Артемовна Веселая Еще раз Приедет В Куйбышев На этот раз В качестве Дочери Артема Веселого На открытии Новой экспозиции В литературном Музее Где был уголок Посвященный И ее отцу Тоже Нашла Она и место Где когда-то Стояла Пересыльная Тюрьма Та самая В которой Сестры Гайра Изаяра Провели Несколько Недель Сорок Девятого Когда Одной из них Был Двадцать один А другой Двадцать пять лет И вот Наконец Подошел День Отправки Из Куйбышевской Пересыльной Тюрьмы Дальше По этапу Он же Был днем Расставания Сестер Отсюда Гайра Должна была Ехать К Араганду А Заяра В Новосибирск Отправляемых В Новосибирск Вывели Во двор Поставили С таймя В кузов Грузовика Накрытый Брезентом Плотнее Еще плотнее И повезли На вокзал Под погрузку Был подан Стоящий На запасных путях Эшелон Состоявший Из товарных Вагонов Вагон Пускали По списку И те Чьи фамилии Были Вверху Алфавитного Списка Могли занять Верхние Нары А все остальные Должны были Располагаться Просто На полу Возле Пятна От испражнений Которые с каждым Днем Становилось Все больше И вплотную Подбиралось К сидящим Долго Стояли На запасных Путях С задраенной Дверью Изнывая От жары Потом Тронулись В путь Но И в дальнейшем Не столько Ехали Сколько Ждали Медленно Медленно Продвигаясь В те Края Где Должна Была Отбывать Ссылку Дочь Выдающегося Советского Писателя И врага Народа Заяра Артемовна Веселая Поезд Шел На восток В Сибирь За окном Открывались Виды Один Великолепнее Другого Если бы Не две Железные Полосы Которые Перечеркнули Поля Леса И пригорки Можно было бы подумать Что это Веселые И неугомонные Путешественницы Отправились Искать Приключений Они Невольницы Следуют Туда Куда им Определено Приговором Глядеть И глядеть Бы В окошко Забыв И тоску И жажду Но Все на что Не посмотришь Перечеркнуто Дважды Лес И закат Над лесом Рож И тропинка Во ржи Крест Накрест Ржавым Железом Перечеркнута Жизнь С вами Был Михаил Перепелкин Редактор субтитров